Всем огромный привет! Сегодня буду засаливать скумбрию. По этому принципу можно засолить и сельдь, и форель, и семгу. Кому интересно посмотреть, как я это делаю, оставайтесь со мной. Для засолки лучше выбирать скумбрию покрупнее, так как она в процессе засаливания уменьшится в объеме и большая рыба получается намного вкуснее. Она более жирная, более сочная. Дальше нам потребуется сахар, соль, черный молотый перец и еще из приправ добавлять буду кориандр, лавровый лист и немного душистого перца. Для начала мне необходимо помыть и почистить рыбу. Рыба чистая. Теперь буду приступать к подготовке засолочной смеси. Я предпочитаю засаливать в стеклянных контейнерах. Пластмассу и алюминий я бы не использовала. Добавляю соль из расчета 1 столовая ложка на одну крупную рыбу. Соль я использую самую простую каменную. Сахар я использую в пропорции 1 к 2. То есть я беру 2 части соли и 1 часть сахара. Сюда же насыпаю немного душистого перца, черный молотый перец, несколько лавровых листиков. Я буду добавлять 3 и их просто измельчаю руками. Высыпаю на глаз, но я думаю это где-то чайная ложка и немного измельчаю. Мне надо чтобы он просто немного раскрылся, чтобы лучше отдавал свой аромат. Измельчать в порошок нету никакой необходимости, так как мы потом все равно все это будем смывать. Вот так это выглядит. И добавляю к посолочной смеси. Теперь смесь перемешиваю прямо рукой, чтобы все это смешалось. У меня уже чувствуется насыщенный аромат специй. Теперь я рыбу тщательно обсушиваю бумажным полотенцем со всех сторон и также внутри. И теперь каждую рыбу я обваливаю в этой смеси со всех сторон, включая середину. При желании можете конечно добавлять и больше соли, но поверьте, и в таком количестве она отлично просаливается. К тому же я не хочу, чтобы моя рыба была сверх соленой. Теперь необходимо ее накрыть крышкой. Если нету крышки, можете использовать пищевую пленку. И дальше можно поступить двумя способами. Если хотите, чтобы рыба засолилась быстрее, то оставьте ее при комнатной температуре хотя бы на пару часов, чтобы соль полностью растворилась и образовался рассол. А затем уже убрать в холодильник на 2-3 суток. Либо же, если вы никуда не спешите, у вас достаточно времени в запасе, то можно сразу отправить в холодильник на 2-3 суток. И естественно, чем дольше она у вас будет стоять в соли, тем более соленой она получится. Поэтому если вы предпочитаете есть малосольную рыбу, то это можно уже делать через сутки. У меня соль растворилась и образовалась жидкость. На этом этапе я скумбрию переверну и отправлю в холодильник еще на 2-3 суток. В этот раз буду засаливать 2-3 суток. Я хочу, чтобы она получилась не слишком соленая. И в течение каждых суток я несколько раз ее переверну. Чтобы рыба не обветрилась, я ее накрою крышкой. У меня прошло уже 2-3 суток, рыба полностью просолилась. Она стала более упругая на ощупь, так как из нее ушла излишняя жидкость. Теперь я буду ее промывать под холодной проточной водой, чтобы удалить излишнюю соль с поверхности рыбы и специи. Я тщательно смываю все специи и также промываю внутренность рыбы. Теперь давайте я ее разрежу, покажу вам, какая у нее структура получилась внутри. На среде, думаю, видно, что рыба не развалилась. Она плотная, поэтому при нарезке будет хорошо держать форму. Вот так легко и просто засаливается рыба в домашних условиях. Главное преимущество домашней засолки в том, что вы сами можете регулировать степень просолки рыбы. И, конечно, рыба домашней засолки получается дешевле, чем если бы вы ее покупали в магазине. Также несомненный плюс, что вы можете добавить при засаливании те специи, которые любите. Если вам мое видео понравилось, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк, подписываться. Обязательно нажимайте на колокольчики, чтобы получать оповещения о моих новых видео. Желаю вам приятного аппетита, живите вкусно! Всем пока-пока и до новых встреч!